Ну а чего еще ждать жителям республики от погоды в ближайшее время? Ответы на эти вопросы искала в гидромедцентре Чуваши Юлия Важенина. Еще только середина октября, а норма по осадкам за этот месяц уже перевыполнена. На сегодняшний день их выпало 64 миллиметра, что составляет 123% от месячной нормы. И как оказалось, синоптикам пока нечем порадовать жителей Чувашской республики. Погода в ближайшие дни еще покажет свой характер. Сильный гололед. Именно этим опасным метеорологическим явлением и объяснили погодный катаклизм, прошедший в минувшие выходные по республике специалисты гидромедцентра Чуваши. Они считают, что термин «ледяной дождь» в данном случае неуместен. Сразу скажу вам, что никакого ледяного дождя не было. Ледяной дождь – это отдельное метеорологическое явление, очень интересное. Это, знаете, ледяной панцирь, а внутри вода. И когда он падает на землю, то он раскалывается, этот панцирь, и на земле остаются ледяные скорлупки. Вот такого у нас не было. У нас произошло следующее. Значит, наверху остался теплый воздух, а у земли пошел холодный. То есть снег не образовывался в теплом воздухе, там еще был дождь. И вот этот сильный дождь, он падал и затвердевал на всех поверхностях. Вот. Опять падал дождь, опять замерзал, падал дождь, замерзал. И вот так у нас образовался настоящий гололед. У наших соседей в Нижегородской области, Мордовии и Республике Мариэл, циклон тоже прошел, но более спокойно. У них образовался снег, наблюдались небольшие гололедные отложения и налипание мокрого снега. Но все же не в таких масштабах, как в Чувашии. Не успели мы справиться с последствиями этого ЧП, как к Республике уже приближается новый циклон. Сейчас нам пережить, самое главное, следующий день, то есть 22 октября. Подходит очередной циклон, он принесет с собой опять очень много осадков в виде дождя, снега, мокрого снега. Начнутся туманы, то есть влажность будет высокая. И вот этот гололед, есть такая большая вероятность, что он продолжит нарастать. То есть гололеда может быть еще больше. Плюс к этому еще может добавиться налипание мокрого снега на уже гололеде, который образовался. Температура воздуха у нас сейчас немножечко повысится, ну как, на пару градусов. То есть ночью мы будем иметь где-то 0-5, но с завтрашнего дня, вот к вечеру, начнет холодать. Сейчас на территории республики действует предупреждение об аномально холодной погоде. А это значит, среднесуточная температура ожидается на 7 градусов ниже, чем климатическая норма. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.